Новгородский музей-заповедник презентовал новый туристический маршрут. Уже этим летом новгородцы и гости нашего города смогут попасть на остров Липно и увидеть жемчужину древнерусской архитектуры, храм 13 века. А сегодня в пресс-тур по заповедным местам отправились журналисты, в том числе и наш корреспондент Арина Аксенова. Этот катер на воздушной подушке носит имя острова, на который возят туристов. И по странному стечению обстоятельств капитана зовут Николай. Увидеть церковь Николы на Липне сегодня отправились и мы. Первые впечатления противоречивы. Вроде бы жарко и тесно, в спасательных жилетах не развернуться, но как только Липно выходит в озеро, красота пейзажа перевешивает все неудобства. Во время движения в катере довольно шумно, поэтому экскурсию мы слушаем вот в таких наушниках. А еще музей разработал экскурсию с аудиогидом. Она более подробная и длится примерно минут 40. А нас Николай домчал на Липне за 20 минут. За рассказом Людмилы Юдиной эти минуты пролетели незаметно. Наконец мы у цели. Первый новгородский храм, возведенный после татаро-монгольского нашествия и 50-летнего перерыва в строительстве, возникает среди зелени Тихого острова, где живут только бабочки и женщина-смотритель. Ученые уверены, что храм был монастырским. Иначе к чему было строить его в таком уединенном месте? Интересная форма окон. Обратите внимание, посмотрите, вот слева и справа прорези в виде крестика. Больше в новгородской архитектуре не повторяется. Только здесь, вот на этом храме мы видим такие интересные окна, такие прорези. Деревянные окончены. Стекла большого не было, заполняли деревом. Небольшое стекло, небольшие отверстия закрывают, круглые отверстия. Поэтому особое освещение в храме. Новгородские храмы часто называют рукотворными. Их рельефные стены как будто вылеплены руками скульптора. А по обеим сторонам от входа вкладные кресты, чтобы никакое зло в храм не вошло. Главная изюминка внутри. Здесь сохранились уникальные фрески 13 века. Конечно, не полностью. Роспись купола, например, утрачена. Но силуэт Богородицы в алтарной части просматривается отчетливо. В ходе реставрации живопись укрепляли и расчищали. Наверху, там, где окошечко, мы видим сошествие Святого Духа. Если присмотреться, то по сторонам от окошечка сидят апостолы. Обычно в центре изображение некого старца, космоса. А здесь на его месте окно. Вот этот свет попадает сюда. Первоначальная кладка сохранилась примерно на 65%. Войну Никола на липне был сильно разрушен. Реставрация началась еще в 40-е. А последние работы завершились в прошлом году. Небольшая лестница ведет на хоры. Посетители тоже могут сюда подняться. Здесь сохранилась настенная роспись – моление в Гефсиманском саду. Еще здесь есть два предела, главная особенность которых – готические своды. Это первый в Великом Новгороде пример влияния готической архитектуры. Такие речные прогулки с посещением церкви Николой на липне Новгородский музей-заповедник будет проводить каждую субботу в 11 и в 14 часов. Половина лета еще впереди, так что вы успеете присоединиться. Арина Аксенова, Михаил Серов, Новости, Новгородское областное телевидение.